здравствуйте мои дорогие друзья должна вам признаться что как вы знаете у меня маленький опыт ведения эфиров со своего аккаунта вот татьяна минаева пришла сейчас я пойму как ее подключить и у меня конечно же это получится я должна что-нибудь наверное отправить ей что-нибудь я или она мне нужно что-то отправить как это сделать сейчас я буду думать тань напиши мне пожалуйста что мне нужно сейчас сделать пожалуйста я при я обещал а вот посмотреть вот наверное вот так я должна сделать ок наверное должна сделать ожидание друзья вот вот она моя звездочка а друзья сегодня у нас в эфире удивительная девушка девочка-красавица солнышко зажигалка но интересно она нам совсем не этим интересно нам тем что в моем эфире и не артистка это уже событие вот и татьяна умеет то что принципиально нужно каждому человеку на сегодняшний день я считаю что эти навыки просто невероятны а потому что мы все живем в такое время когда нужно искать себе работу устраиваться в этом смысле быть мобильными предложение огромное много понять когда советском союзе мы жили тань простей коротко когда советском союзе мы жили мы понимали что мы имеем только один шанс и только одну должность а сейчас вот что происходит вокруг чудеса и татьяна это тот самый человек специалист который знает как сделать очень круто собеседование как замечательно сделать там не в этом вот эти сопроводительные письма но помочь человеку обрести себя потому что мы безусловно все находимся в зоне вот этой как бы поиска себя и в этом смысле татьяна я думаю что это очень классно что пришла определили мы тему как спонтанное собеседование как получить кофер но говорить мы будем я уверена совершенно операционно и если возникнут какие то вопросы мы наверное них даже и ответим да да обязательно задавайте вопросы кто сталкивается с трудностями во время поиска работы если вас вдруг а если вы вдруг не любите и чары их каверзные всякие вопросы задавайте я вам отвечу зачем задают этот вопрос самое главное как выигрышно ответить да я вообще думаю но сейчас мы с тобой вот о чем поговорим я вообще думаю о том что в чем проблема и почему очень многие ребята считают что вот несправедливая жизнь вот не взяли меня а взяли другого я здесь хочу чтобы ты что-нибудь сказал мне вообще о психологии человека удачливого который всегда проходит собеседование почему я на это сейчас обращу внимание я и прошлый раз у тебя на говорила что мы артисты мы все время проходим кастинге и я не знаю как научить своих ребят вот этому когда его ребята ну вот я точно знаю что если я пошла на кастинг я его пройду и я не знаю что это я просто это знаю что кроме меня никто что они обязательно меня возьмут у них вообще другого шанса нет я не знаю что это такое может быть это связано с тем что у нас творческая история у вас конечно же то чем занимаешься ты немножко другое там речь идет о каких-то других навыках и так далее но вот я хочу чтобы ты еще и поговорила наверное о том почему кто-то получает работу а кто-то будучи очень компетентным не может найти работу с удовольствием да с удовольствием расскажу в этом плане конечно ваша профессия прекрасна потому что есть много кастингов и вырабатывается иммунитет отказ нормально то есть ты 29 отказов получаешь чтобы одно приглашение получить и ты собираешь ты фокусируешься на этих приглашениях вот моя первая вот через 29 отказов мое второе приглашение ты такой радуешься для большинства людей один отказ это много да а если несколько отказов за неделю это вообще это лавина лавина неприятных эмоций потому что мы к этому не привыкли но я всегда я сейчас поговорю а кто же собственно получает предложение в работе смотрите во первых есть миф который говорит о том что люди думают что сравнивают их опыт знания навыки с опытом знаниями и навыками других людей фактически берут фактически данные сравнивают это неправда дорогие друзья сравнивают ваши презентации Не то, как в реальности вы разговариваете с клиентом, насколько вы дружелюбен, а сравнивают ваши презентации, как вы рассказали о том, как вы разговариваете с клиентом. И если у вас 10 единиц опыта, ну условно, вот так вот мы представим 10 единиц, но вы только одну фишечку рассказали, одну единицу опыта, одну какую-то сильную сторону, а у другого вашего конкурента две единицы опыта, он слабее изначально, но он все две продемонстрировал, то получается сравнивать в презентации вашу одну единицу с его двумя единицами, и он выигрывает. Он фактически смог больше о себе рассказать. Это один из первых пунктов, который вы должны понимать, что все, что вы о себе не скажете, равно вы этим не обладаете. Да, здорово, здорово. Да, сейчас я еще один пункт, да, задавай дополнительный вопрос. Говори, говори. Да, ты знаешь, да, еще один важный момент, вот то, о чем ты говорила, что я иду, и я знаю, и я получаю эту роль. Люди многие боятся отсутствия опыта, то есть они идут на вакансию, они понимают, что, блин, ну у меня опыта меньше, там три года написано, у меня два. Еще я вот тут приукрасил, тут мне нужно было подбирать топ-менеджеров, а я как HR, допустим, подбирал специалистов. Боже мой, а как же это? И потом, когда тебе отказывают, то, как правило, дают обратную связь, что, слушайте, ну вот вам не хватило опыта, мы сделали выбор в пользу более опытного. И тебе, когда отказывают, тебе часто дают обратную связь относительно опыта. У тебя создается впечатление, что реально оценка идет по количеству опыта. Ну а какое бы еще у тебя впечатление создалось, если тебе постоянно эту обратную связь подсовывают? Но просто эта обратная связь удобна для работодателей. Ему сложно сказать, слушай, ты высокомерен был чувак на собеседовании, вообще пошел ты нафиг с такими людьми, мы не сотрудничаем. Естественно, они говорят, ну опыта не хватило вам, очень жаль, но не хватило опыта. Вот вам так вежливо отказывают, но на самом деле вы себя проявили или очень неуверенно, или на какие-то кейсы не ответили, и вам отказали не из-за фактического количества лет, а из-за того, как вы мыслите или действуете в ситуации, необходимой для работодателя. И поэтому, да, почему кого-то покупают с меньшим опытом? Потому что он говорит уверенно, убедительно, и даже бывает, что говорит формулировку, слушайте, я справлюсь, вот наймите меня, я сделаю вам. А вы часто так говорите, да, вот так вот заявляете в пороге, что я сделаю круто. Редко кто так заявляет. Я еще хотела сказать, что, знаете, я обратила внимание на фразу одну Татьяны Владимировны Черниговской, мы часто о ней говорим, но потому что она популяризирует самое интересное, она популяризирует мозг. И однажды ей задали вопрос, вот скажите, пожалуйста, вот вы когда, если бы вы набирали штат в институт мозга, вы бы брали кого? И она сказала поразительную вещь, я долго об этом думала. Она сказала, что если вы думаете, что я взяла бы мегапрофессионала, то есть вот вы, вы ошибаетесь. Я бы взяла энтузиаста, я бы взяла того человека, который готов идти со мной развиваться, учиться, брать, любить это дело, болеть за него. И вот я как работодатель, да, потому что у меня есть штат, я точно понимаю, кого я беру. И когда ко мне приходят люди устраиваться на работу, я точно понимаю, кто будет работать. Это будет совсем не тот человек, который исключительно знает методику, потому что он молодец, ура, браво. Но это будет тот человек, который любит это дело. И более того, я распрощаюсь с любым педагогом в своей школе, как только я услышу хоть раз скучные интонации. Интонации человека, который делает на отвале. Понимаете? Потому что очень часто мы, когда идем, у нас случается, когда идем устраиваться на работу, вот я перехватываю, Таня, сейчас я дам тебе слово. Вот что происходит с нами. У нас случаются разные защиты. И зажимы, они бывают двух видов. Один зажим, когда мы как дерево становимся, такие дурные, деревянные, и пук-пук-пук, ничего о себе сказать не можем. И тогда наша самопрезентация просто в помойку, потому что мы неинтересны. А другой вариант, мы приходим уж такие свободные, и это тоже зажим, когда вдруг мы наоборот, чуть ли не на панибрата, начали разговаривать. Это тоже зажим, это тоже от нехватки опыта и так далее. И этот вариант, когда ты тоже идешь вон. Но когда ты начинаешь говорить о специальности своей, и когда ты начинаешь говорить о ней тускло, то тебя не будут брать. Потому что все равно говорить о том, что ты делаешь, нужно вкусно. И нужно всегда давать людям обратную связь, что ты это любишь. И всегда выиграет тот, кто любит свое дело. Знаете, я просто поэтому людей оцениваю. Вот мне, для меня же, для нас, творческих людей, очень много то, что делают люди за кормой творчества, вообще непонятно. А у меня сейчас, прости, Таня, что я взяла на себя инициативу, а у меня марафон. И у меня по огромное количество, я всех отсматриваю, сама девочек, женщин, которые говорят о себе коротко, они дают своей самопрезентации. Я смотрю и думаю, боже мой, какой же это ужас, как люди совсем не могут о себе говорить. Как стесняются, что она живет, понимаете. Потом она говорит, я руковожу делом. Что вы делаете? И как только мне говорит тетенька, которая, она говорит, я занимаюсь чем-то дальше, она говорит, слово, которое я вообще не понимаю, говорит, я так люблю это делать. И я понимаю, что вот и все. Вот она и получила работу. Понимаете, да? Потому что я так люблю, я так люблю свою работу. И поэтому я вернусь к Черниговской, к тому, что я выберу не того, кто мегапрофессионал и теоретик, а того, кто любит это дело. Вот как-то так. Так, все, я искала свои две копейки. Ребята, что касается, вот как мы будем строить наш эфир. Мы будем строить по моему принципу, который я делаю всегда на вебинарах. Мы сначала с Таней поговорим, а потом я оставлю время, чтобы прочитать ваши вопросы, и мы ответим. Да, Таня? Давайте, давайте, вопросы посложнее задавайте. Я на все отвечу, благо, с 12 лет знаю нам во всех фишечках вопросов, мне кажется, которые задают работодатели. Про личный вопрос, все обязательно расскажу вам. Конечно, ты права, энергию покупают. Просто это никто не транслирует, или редко кто транслирует, как ты сейчас. Друзья, я покупаю энергию, я покупаю энтузиазм. Редко кто это произносит. И редко в описании вакансии, это тоже основной пункт идет. Там всегда есть опыт работы. Но, конечно же, покупают вашу мотивацию. И даже когда вы приходите к работодателю, вам нужно понимать, что вы должны работодателю продать его же самого. То есть, если ты приходишь в университет карьерного роста, допустим, на субседовании, наша компания так называется. То есть, ты можешь сказать, что, Татья, ну вот я вижу, что вы помогаете людям составлять резюме, и я считаю, что это хорошее дело. А бывает другая энергия. Она говорит, Татья, да вы просто великое дело делаете. Ведь наши русские люди продавать себя не умеют. Так здорово, что вы их этому обучаете. Потому что все время моя любовь — это обучение. И самое главное, что мне очень нравится вот этот элемент презентации. А как себя презентовать? Чтобы тебе больше не заплатили. Мне очень нравится, чем вы занимаетесь. И вот эта вторая часть, которая подпитана эмоциями, она лучше покупается. Это мы такие, знаешь, еще, мы смотрим, когда на людей, мы отделяем, осознаем, что они могут меньше хорошо себя презентовать. Мы даем им несколько шансов. Но большинство работодателей не дает несколько шансов. Они быстро считали и решили, что нет, поехали в следующий кандидат. Вот вопрос. Прохожу собеседование в крупной федеральной компании, но выбор пал на второго кандидата. Рекурт говорит, видишь, да, что для меня есть еще одна позиция. Как часто можно беспокоить рекурта по этому вопросу? Я так понимаю, что вы уже спросили его, когда он сможет организовать вам собеседование. Если нет, то вы меня поправьте, суть по вопросу, что вы спросили. Но вообще лучше, если он не дал никаких ориентиров по времени, то раз в четыре дня или раз в неделю можно написать. Важно понимать, что у вас не должен быть один и тот же скрипт в серии. Нет ли обратной связи? А какая обратная связь? А когда вы мне организуете следующее собеседование? Вы очень мягко подходите к рекрутеру и говорите о том, что там, Анна, добрый день, меня зовут там Константин, такой-то. Да, такой-то, если помните, мы с вами обсуждали вот такую-то вакансию, у вас были позитивные впечатления относительно меня, и вы хотели представить мою кандидатуру на вот эту позицию, просто хотел у вас уточнить относительно сроков, не стали ли известны даты собеседований. Ну, предположим, вам отвечают, что ну нет, даты собеседований пока нет, ждите. Через недельку можно еще написать о том, что, допустим, забыла уже, как там ее имя, там Алла, Анна снова, здравствуйте, там, это Константин, там, решил узнать, как у вас дела, как продвигаются, вот, надеюсь, у вас все хорошо с тем кандидатом, он вышел на работу, уже показывает первые результаты. Я на всякий случай, вообще с максимально добрыми к вам эмоциями и пожеланиями, хотела уточнить, нет ли какой-то обратной связи, мне искренне интересна данная позиция, я чувствую, что я могу сделать то-то и то-то на ней, поэтому буду рад, если сообщить о какой-то информации или о сроках, когда приблизительно ждать обратную связь. Вот, очень вежливо, очень нежно, чтобы человек вообще не почувствовал никакого давления с вашей стороны, вот, и рекрутеру очень приятно, когда вы к нему так обращаетесь, он сделает все, чтобы дать обратную связь. А если вы третий раз пишете, вы прям так можете написать искренне, Константин, как вы чувствуете, вы знаете, не хочется быть навязчивым, но уж очень интересно в вашей вакансии, и самое главное, у меня есть такой-то опыт, который может быть суперполезен для вашей компании, воспримите мое сообщение, как высокий уровень целеустремленности, вот, вдруг есть для меня какие-то новости. Да, можно так, нежно я умею говорить. Хорошо. А еще я заметила, тоже, не знаю, поправь меня, потому что это абсолютно моя точка зрения, и, может быть, она совершенно непригодна для массового использования. Я в какой-то момент стала понимать, что гордыня, вообще гордыня, это присущее нам качество прекрасное, оно делает такое чудо, что один раз, значит, мне сказали, ждите, второй раз мне сказали, ждите, а третий раз я уже почему-то внутренне очень зол, и, в общем, да пошли они вон. У меня внутри есть всегда такая история, что меня же никто за это не казнит, если я лишний раз напомню. Но я дохожу, если меня интересует позиция, я дохожу до конца. То есть я не сливаюсь сама. Я написала, например, там меня интересовала одна позиция, не так давно меня интересовала одна позиция, не касается творчества, не касается, мои дорогие люди, это не касается кино и театра. Я написала там по поводу одной коммуникации и сотрудничества, и, на мой взгляд, довольно малоопытная, видимо, компания, потому что они не дали никакого ответа. Я была совершенно этим поражена, потому что они сначала объявили о том, что они нуждаются в партнерстве, потом они просто прям сли... И дальше я сделала очень простую штуку. Я написала второй раз, потом я написала со своей почтой, все время очень миленько, потому что, возможно, вы пропустили. Ты моя самка. Да. И потом я сделала то, что просто бомбическая история, потому что вы же понимаете, что у меня огромная база данных личная. Я написала прям личненько, очень корректненько, что, дорогая, там, вероятнее всего, до вас просто, видимо, ваши работники не доносят до вас информацию, что я предлагала вам с вами сотрудничать. И, конечно же, я получила совершенно другой результат. Я понимаю, что это нестандартная ситуация, что такое редко бывает, но она произошла. И вот я хотела как раз сказать, что, мне кажется, если ты чего-то хочешь, поскольку тебя никто не казнит за лишние напоминания о себе, иди до конца, не сливайся сам. Не сливайся раньше времени, потому что ситуации бывают самые разные. И эта дама просто действительно не знала о том, потому что у ее команды были другие интересы, и такая рыба, как я, ну, им была не нужна, а ей вполне-вполне, потому что она была совершенно потрясена тем, что вот сама ласковая там. Поэтому вот такие бывают истории, все бывает. Ну и бывает, что ИЧАР работал-работал, потом ушел из компании, и все, он забил на всех кандидатов, с которыми взаимодействовал, а ты пишешь на несуществующие почты, кто уже не читает. Да, да. Вот, почему на собеседовании задают вопросы личного характера, как на них отвечать, если нет желания отвечать, как реагировать на неадекватные вопросы. Давайте разделим личные и неадекватные вопросы, хотя зачастую это одно и то же. Смотрите, работодатели, многие думают, что они могут спроднозировать ваше поведение, исходя из того, из какой вы семьи, кто ваши родители. Кто-то из работодателей искренне думает, что, поддержа разговор о родителях, он расслабит вас. Да я таких встречала. Они были удивлены, говорят, Аня, что не нужно? Я думала, наоборот, он нервничает, я сейчас о чем-то приятном с ним поговорю. Я говорю, слушайте, а кем работают ваши родители? Человек, ну, прекрасный менеджер был, но не знал он, что другую реакцию вызывает этот вопрос. Сейчас много задают вопросов, вы замужем, не замужем, когда в декрет, кем работает ваш муж, на какой машине работает ваш муж, почему у вас нет детей и так далее. Сейчас очень часто задают вот этот круг вопросов. Девушка, мужчина, как правило, не задает. Есть две стратегии здесь. Первая стратегия – это отвечать на вопросы и продавать себя на эти вопросы. То есть кто-то вас спрашивает, слушайте, почему вы не замужем? Вы говорите, это очень хороший вопрос, почему я не замужем. Но ответ очень простой. Я строю свою карьеру. Для меня очень важно быть профессионалом. В семье надо тоже быть профессионалом. Знаете ли, там это вот отдельный фокус внимания. Вот сейчас, особенно в ближайшие несколько лет, и вот и все прошлое время я уделяла тому, чтобы наращивать свой профессионализм. И сейчас для меня очень важно продолжать в том же ключе, выстроить свою карьеру, уметь приносить пользу за минимальные ресурсы для компании. Вот ответ на ваш вопрос. Все, продали себя. Супер. Использовали этот вопрос. Когда другие кандидаты пронегативили на этот вопрос, вы себя продали. А вторая стратегия, когда вы все-таки решили не отвечать на этот вопрос, когда так сложно, то есть такая боль, такое сопротивление внутри, тогда не нужно себя ломать, иначе вы просто перестанете ходить на собеседование. Тогда отвечайте, говорите так, что вы знаете, я с большим удовольствием отвечала, и с большим удовольствием с вами общаюсь. У меня очень приятен профессиональный круг вопросов. Есть буквально несколько вопросов личного характера, которые для меня очень интимные, очень приватные, на которые... И поэтому эти вопросы... Мне сложно на них отвечать. А на все остальные вопросы, которые касаются профессиональной деятельности, что я с большим удовольствием отвечу. Вот такую немножко даже свою уязвимость, свое продемонстрировать. И это будет, как правило, хорошо воспринято. Тогда человек поймет, что вам действительно непросто. И переключатся на другие вопросы. Я сейчас тоже возьму инициативу на себя на секундочку и скажу такую вещь. Инструмент, ребята. Ребята, инструмент. Дело в том, что чаще всего, когда мы приходим на собеседование, мы зависим от всех этих вопросов, потому что мы вообще-то не умеем говорить. И это мой конек. И от того, что мы не умеем говорить, у нас нет речевого потока нормального. И мы начинаем пробуксовывать, потому что возникают бесконечные паразиты. И мы таким образом демонстрируем вообще свою некомпетентность по всем статьям. Потому что ты можешь быть мега-мега-мега-мега-мега квалифицированный специалист. Но если ты сидишь и э-э-э-э, то тебя не выберут. И поэтому я все время говорю, что, пожалуйста, друзья, когда вы идете на собеседование, но я говорю про свою творческую историю, я все время говорю одно и то же. Пожалуйста, настройте себя на то, что вы будете слушать внимательно, отвечать на те вопросы, которые вам задают, а не на то, что вы себе надумали, нафантазировали. И главное, пожалуйста, прошу вас, научитесь говорить. И в этом смысле я сразу даю инструмент. Что я рекомендую? Я рекомендую маленькое упражнение. И, например, с сегодняшнего дня, неделю, ежедневно, вслух, на видеоформат, в свой гаджет вы записываете одно минутное интервью. Просто вот буквально говорите там, «Здравствуйте, меня зовут Елена, мне столько-то лет». И проговаривайте короткую самопрезентацию, одну, другую, пятую, импровизируйте, балуйтесь, шутите, смейтесь. Пишите их подряд семь дней. Не смотрите, что пишете. Потому что, если вы посмотрите, что вы написали, вы, к сожалению, дальше не пойдете. Это будет точка. Поэтому прямо надо записывать и сбрасывать. А через неделю, через неделю пересмотреть с конструктивным подходом. Надо посмотреть и очень конструктивно сказать, вот это можно сделать лучше, а вот это нужно убрать, а вот это надо добавить. А вот здесь мне надо пойти и поучиться. А здесь мне нужно, понимаете, да, и, грубо говоря, пойти в развитие. Вот такой инструмент я вам предложила. Все, Татьяна, дальше, пожалуйста. а если продолжать тему записи себя, у меня, знаешь, какой кейс был? Был один мой клиент, который говорил, что я не могу себя слушать, это неприятно, это противно. А я, у меня неприятный голос. Я говорю, слушай, у тебя такой красивый голос, очень приятно тебя слушать, у тебя чистая речь, такие интонации, ты актер. Я говорю, слушай, ну-ка, давай вместе сейчас включим на диктофоне то, что ты говоришь, и я тебе лично покажу, в каких моментах люди кайфуют от тебя. И для него это было открытием. То есть я останавливалась каждые вот там 20 секунд, и говорю, слушай, посмотри, как ты сказал. И он бы сам не услышал. И вот сторонний человек, дайте стороннему человеку послушать ваше аудио, он вам укажет на те места, на которые вы не подумаете посмотреть. И тем не менее, Татьяна, здесь я, наверное, сейчас я быстренько тебя немножко скорректирую, потому что неконструктивно давать стороннему человеку, потому что очень много дураков. И, к сожалению, видишь, что происходит. У нас, я безумно люблю, все мои друзья знают, и все мои ученики знают, что я патриотка, гражданка, но у нас есть невероятные ментальные отягчения. Именно. У нас очень критиканская страна. Очень. И мы, вместо того, чтобы конструктивно помогать человеку шаг за шагом идти и развиваться, кто-то может сказать, слушай, ну здесь действительно ты лопанул. Ну ты и наоборот закрыть эту историю. Ты просто как человек любящий и как профессиональный помогла, как и я помогу всегда. Поэтому я не рекомендую кому попало давать, особенно близким родителям. Не упаси, Господи. Это обязательно, должен быть какой-то человек, которому вы доверяете, который с любовью. И кроме того, вдруг я вот неожиданно опять возвращаюсь к этому. Вообще-то, во всем мире учатся говорить так, чтобы не раздражаться на своей записи. Это у нас какой-то такой косяк. Я обязательно это все переломлю и сделаю так, чтобы мы были свободны в этом. Были свободны, потому что, ну вот, начните с того, что пока сами или давать слушать только тем, кого вы искренне доверяете, профессионалам. Не нужно давать критикам. Я по этому поводу сейчас тоже быстро скажу, что актеры, мы очень уязвимы. Мы вообще немножечко, ну, ребята, вот мои ученики, очень многие, ну, немножко без кожи, и поэтому любая критика, она дает такие мощные рецидивы, когда человек просто перестает верить в себя, а без веры в себя ничего не бывает, и поэтому вот я просто тут немножечко тебя скорректировала. Вот смотри, здесь... Какая рама быть вашей физической. Да. Здесь что-то пишет Константин, мне надо сказать, что вернется и ориентиров во времени нет. А, а Константин, он потом, мы уже с ним поговорили, он там внизу наш поблагодарил, мы ответили на вопрос, я думаю, что можно лучше пойти. Да, да, да. Вот интересный вопрос, но это же еще вопрос темперамента. Если я не умею и не люблю много улыбаться и фонтанировать энергии, но профессию люблю, как быть? Учиться. Прошу прощения, учиться фонтанировать и улыбаться, просто учиться. Прости, Таня, что я перехватила тебя с губы это, но я поняла, что ты бы сказала то же самое. Ребята, все очень просто. Если ты держишься за свои привычки вот такие, что вот я не люблю много говорить, ну тогда и сиди у себя на кухне, потому что получать место будет тот, кто умеет это делать. Поэтому иди учись. Прости, все, теперь ты скажешь. я в доме. частый HR функцию первую не выполняет, фильтром не является первым, только приглашает на собеседование, собеседует сразу руководитель, и тогда там окей, для большинства компаний вы можете там пройти со своими данными, но есть такой тренд, даже для аналитиков, для IT, индустрии, они все равно хотят от вас коммуникации, вот той, о которой говорит Лена. Вот я сейчас скажу, мой муж, простите, ничего личного, ну что же делать, вот как многие знают, что он у меня большой ученый, и он довольно долго в крупнейших компаниях был руководителем лаборатории, и вот он как раз никакие там и чары там понятное дело, что отсматривают ребят, он айтишников отсматривал лично сам, и неоднократно, и неоднократно, когда мы с ним говорили, по какому принципу он набирал людей, а команда у него очень серьезная, и у него еще такая позиция, что он почти всех своих ребят всегда отправлял учиться обязательно куда-то в Европу, на Запад и так далее, чтобы они потом возвращались, и у него ребята и в Швеции, и в Японии, и где только у него ребята не учатся, и вот то, что он всегда говорил, что когда я набираю команду, если есть два одинаковых компетенциях человека, я возьму того, кто просто банально приятнее в общении, вот и все, ребят, так что я все время говорю, что безусловно мы должны понимать, что вот это опять, я вернусь, Тань, к своей беседе, что я хочу ввести в школьную программу предмет культуры общения, предмет, потому что когда человек говорит, что а я не люблю улыбаться, и я прямо говорю, ну ты молодец, но есть просто этикет, есть просто очень простые вещи, вот как зубы же ты чистишь, ты же не пахнешь плохим ртом на людей, улыбка, это почти то же самое, только не с тем, что вдруг улыбаться, вот это вот натяжно, я такой клоун, да, показать внутреннюю сторону щек, нет, но какое-то понимание, что я должен показать человеку эмпатийно, как я, кто я, если ты зашел к человеку и у тебя есть легкая улыбка и это говорит о том, что ты адекватен, ты, это культура общения и взаимоотношений с людьми, вот все, я все сказала, продолжай. И многие иностранные компании действительно, давая обратную связь, они мне говорили, что, Тань, да, профессионал хорош, но нет, потому что он не может объяснить то, что он сделал для своих коллег, поэтому, ну, нет. И вам не нужно полностью менять твой характер и 24 на 7 по-другому говорить, но будут вставки в работе, где нужно собраться, мобилизоваться, выступить на аудиторию, да, с улыбкой, да, с энергией, да, с разными интонациями, там, и это, и люди лучше вас поймут, вот, вам нужно просто иногда в этот образ входить, да, для вас это больше ресурсов может быть, чем для человека другого темперамента, но самое главное, чтобы это было в палитре ваших возможностей. Да. Здесь вот вопрос, интересуется беседование пока с режиссером и директором театра, как получить место среди других артистов. В этой профессии это все гораздо сложнее, все гораздо сложнее, но единственное, что я могу вам сказать, что для начала откройте уши, потому что если вы идете с среднестатистическим актерским зажимом общаться с директором театра и режиссером и не слышите, что вам говорят, это катастрофа. Я это вижу на каждом шагу. Я на каждом шагу вижу, когда актер не видит, что, например, режиссер устал и что не нужно его сейчас бомбить своим высоким темпераментом или не видит, что директор там что-то раздражает. Нужно просто стать максимально внимательным и вы выиграете, если вы будете не на себя, а если вы попробуете с пользой зайти для них. Например, я могу, например, сказать, что, понятное дело, что я харизматичная, я всегда разрывала шаблоны, никогда не действовала, как все, но, например, вот этот момент, когда я пришла к режиссеру, я вот на эфире в воскресенье, наверное, буду это рассказывать, на эфире в Воктанговском театре, я пришла к режиссеру, очень именитому, очень знаменитому, и сказала буквально такую штуку, что прям я жестко необходима вам. Потому что вот этот проект сейчас, вот лучше меня, это вообще никто не может делать. И самое забавное, то, что он меня взял. Конечно, я подтвердила это, было бы ужасно, если бы я это сказала и не подтвердила это в репетиционном процессе, но я была уверена в том, что я говорю, что вот это просто мое. И я зашла не с тем, что я, я, а с тем, что вы, вы во мне нуждаетесь, я сейчас очень вам полезна. И довольно часто я задаю вопросы, например, своим артистам, а ты спросила, что он хочет, а ты исследовала сначала, что ему надо, а ты понимала, что, понимаешь, артист прется с тем, что вот он умеет и знает. А вот я, например, узнаю, кого не хватает в этом театре, на кого делать вставки, чего они там хотят, что они там любят. Я отсмотрю репертуар, я сделаю свои выводы, пойму, ага, им сейчас не хватает вот такой, потому что у них есть вот такая, которая уходит в другую возрастную категорию, и вот здесь, в молодости, ее сейчас, и дальше я себя скорректирую под тот запрос, который есть в этом театре. Вот я, я так живу. Слушай, очень хороший момент, о котором ты говоришь, что фокус должен быть не на себя, а фокус на компанию, в вашем случае фокус на режиссера, на лицо принимающие решения, и очень забавный момент, который ты описала, в плане, там, а чего другой хочет. У меня был такой случай в моем детстве с моей подругой лучшей. Мы постоянно друг другу подарки дарили на все праздники, и я, я обожала прикалываться в жизни, я все юмористические подарки ей дарила. Она такая девушка с собой все время ухаживала, модные журналы читала, и она поэтому всякие бабочки, сережки мне дарила. Я посмотрела на несколько, поанализировала последние несколько лет, и я думаю, что мы должны подарки делать наоборот, потому что, ну, мы тогда неправильно поступали и сходили из своих желаний, а не из чужих желаний. Да, 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 смешная история, да, это так. Да, так, что у нас здесь еще? Вот, поиск работы. Во многом лотерея, да, как ни крути, и алгоритмы чара это попытки заткнуть круглую дырку квадратной пробкой. Слушайте, ну, не соглашусь по поводу лотереи, то есть, бывает такое, что кто-то вышел на рынок, одну вакансию нашел, на нее откликнулся, как-то случайно в этот момент в воскресенье HR посмотрел на HeadHunter, пригласил, и все случилось. Дорогие друзья, но система есть во всем, в том числе и в поиске работы. То есть, одно дело постоянно откликаться слабым резюме, другое дело описать все свои сильные функции, достижения, портфолио и откликаться сильно. Вероятности намного больше, что вас купят сильным резюме. Одно дело там, улыбаться по телефону, другое дело не улыбаться по телефону. Одно дело каждый день на одну вакансию откликаться или на 20, на 30 вакансий откликаться. Когда сильное резюме, когда 30 вакансий в день ты откликаешься, когда у тебя есть портфолио, бизнес-фото, все это уже система, которая сработает, даже если не сезон, даже если у тебя нет какого-то опыта необходимого и там еще много всяких там минусов, которые могут быть у кандидата в его биографии. Я тут что-то не может что-то объяснить. произошла сбойка. Мне просят что-то прокомментировать, иначе не показывают тебя. Я сейчас поставлю сердечко, потому что я тебя потеряла. Сейчас, подожди. Давай, давай, я пока прочитаю. Вопрос, да, пока там. Тем более сейчас люди при отборе все больше и больше заменят искусственный интеллект. Если вы имеете в виду, что HR будут, HR департаменты будут использовать ботов, роботов для анализа резюме, туда однозначно. И вы должны это понимать. Какие слова вставить в резюме, чтобы тебя робот отобрал. Это точно. Это вы в правильную сторону мыслите. так, скажите, плиз, как быть, если идешь работать к контрагенту своей фирмы? Что вас здесь смущает? Вы имеете в виду, ну, вам уже сделали оффер? То есть, вы идете к клиенту или к поставщику своей текущей компании? Вас смущает, что негативно может вас воспринять ваш коллектив? Ну, типа, что-то тут пришла по благо, бывает, такие думают. или, что ваш текущий работодатель обидится? Можете написать, что вас здесь смущает? Женщины-рекрутеры всегда интересуются у интересных мужчин, а вы женаты, потом кокетничают с тобой. Константин, ну, конечно, вы там обладаете такой привлекательной внешностью, конечно, это тоже ваш ресурс, используйте, используйте, поддерживайте такие диалоги. Да, а если скажу, что никогда не хотела замуж? О, хороший вопрос, и у меня был вопрос, когда, у меня была ситуация, когда девушка заявляла, что я не хочу детей, она говорит, я на собеседовании заявляю, я никогда не хочу детей, это моя позиция, это мое решение, и негативные чары реагировали на это. Вы должны понимать, что многие люди не поддержат эту историю, им будет, они начинают уже не собеседоваться, проводить, они воспринимают очень больно этот момент, что кто-то не хочет замуж, кто-то не хочет детей, у них внутри такое негативное состояние образовывается, да, даже агрессия, даже злость, хотя, ну, хотя вы имеете право, естественно, на свою позицию, на свою личную жизнь, но люди не умеют отделять, что это твоя позиция, ты свободная личность, они начинают эти страхи на себя примерять, а как же, если я не буду замужем, это же вообще плохо, вы должны понимать, что это радикальное заявление, которое приведет вашего собеседника в негативное состояние, лучше не озвучивайте, что я не хочу замуж, лучше озвучивайте, что мой приоритет карьера, сейчас у меня фокус на карьеру, и конкретно на вашу компанию. Здорово. Как отвечать на вопросы про недостатки? Таня, это тебе. Да, я с большим удовольствием расскажу про недостатки, я обычно стараюсь вести их к достоинству, и что я над ними работаю, и превращаю в достоинство, еще бывает вопрос, как оно отражает на твоей работе, это имеет в виду недостатки. В правильную сторону идете, вы умница, когда, знаете, моя клиентка однажды ходила, точнее, она была моя кандидатка, я как рекрутер ее отсмотрела, хорошая девчонка, показываю дальше, в иностранную компанию, в американскую. Мне потом говорят, Таня, она мне сказала на свои недостатки, что она ленивая, нам ленивые люди не нужны. А эта девчонка на двух работах работала, параллельно училась в университете, просто ей все равно казалось, что она ленивая. Может, она так пошутила, Таня? Может, это шутка такая была? Она просто себя так воспринимает, что она ленивая, но представляешь, ты работаешь на двух работах, еще учишься в УЗИ, может быть, она на выходные вот так вот лежит на кровати, не может пошевелиться, и она считает себя ленивой, хотя она просто восстанавливает энергию свою. Ну вот я хочу сказать, что про недостатки, то, что я думаю, опять же, не будучи вот таким профессионалом, в этом смысле, как Татьяна, но понимая, проживя такой большой путь и пройдя огромное количество разных кастингов, что здесь чувство юмора вам в помощь, потому что не надо на самом деле, вот знаете, я учу своих актеров театра, я учу давать интервью, потому что очень часто интервью задают вопросы, журналисты довольно часто некорректные и так далее, и так далее, и артисты молодые, особенно с дуру, они начинают серьезно на это все отвечать, и получают они потом в итоге катастрофу, потому что жуть, какие тяжелые разочарования, обломы, несчастья, слезы, потому что я не это имела в виду, я не это сказала, и я хочу вам сказать, что я на это поступила очень больно, потому что у меня же, ну как бы вот личная моя история такова, что у меня есть отец и отчим, да, и я говорила там что-то про маму в интервью, но мой отец режиссер, и они таким образом скомпоновали текст, что как будто не было у меня истории, там ни мамы, ни семьи, а вот этот вот отец и есть все, что у меня было, и мама моя, а это журнал был деловая женщина с обложкой на, ну то есть со всеми делами, и мама прямо, она что, а меня в твоей жизни не было, это был ужасный стресс, и вот после этого я сказала, никогда, никогда не говорите то, что можно воспринять с двух сторон, никогда не давайте информацию, которую можно перевернуть, и вот в данном случае то же самое, когда тебя спрашивает твой, там вот эти ваши слова, я не знаю, рекрутер, кто хочет это назвать, слабые стороны, вот в данном случае лучше аккуратно, нежно, красиво пошутить, потому что реально задумываться, сказать, ну вы знаете, я люблю есть, понимаете, это, кстати, хороший пример, конечно, конечно, потому что это абсолютная шутка, потому что какое-то имеет отношение к твоей компетенции, да, или, например, там сказать, вы знаете, у меня есть один недостаток, я считаю, вот, например, в моем случае недостаток, безумно люблю классическую литературу, а это теперь не модно, ну понимаете, ну я понимаю, что я сейчас спонтанно импровизирую, говорю чушь собачью, но это те самые моменты, которые вас покажут с лучшей стороны, то есть сделайте недостаток в шутку таким, чтобы он вас характеризовал тоже как профессионала, понимаете, вот что такое, да, прости, да, ты все правильно говоришь, смотрите, если вы можете рассказать о своем недостатке, то вам точно нужно обязательно сделать вставочку и рассказать, почему это не скажется на вашей работе, но бывает такое, что ты такой аналитичный, прям вот до то, что до информации докапываешься, тебе дают задачу, ты прям в ней сидишь, ты погружаешься, это приводит к тому, что задачу ты делаешь дольше, чем нужно, но при этом тебе нужно сделать, подстелить соломку, вот что, о чем Лена говорила, иначе вы будете поняты неверны, что вы срываете сроки, ты сидишь в столомку и говоришь, я понимаю, что это моя особенность, и поэтому я добираю своим личным временем, сроки я, естественно, соблюдаю все, свои. Да, да, и вообще вот эта история моей личной особенности, это очень хорошо сейчас прозвучало, потому что мне нравится именно такая формулировка, не недостаток, потому что недостаток, я вообще вот, кстати, говорю прям, я точно понимаю, что слова это абсолютные коды, и когда мы что бы то ни было сказали, вот если оно вылетело, все, оно уже существует, и на слове недостаток, повторно, у меня недавно делали упражнения в моей дистанционной группе, и там нужно было перевернуть какую-то личную особенность человека, которого мне очень доволен, в комплементарную сторону, да, и вдруг там, например, человек говорит, я ленивый, да, и вот другой говорит, нет, вот ты сказал, что ты ленивый, а ты не ленивый, потому что, я говорю, все провалил, ты завалил эту игру, потому что ты сразу же должен был говорить, что у тебя есть такая особенность личности, которая говорит о том, что ты очень, очень структурированный, потому что у тебя есть время подумать и так далее, ну перекрутили, шутка, понимаешь, опять, но вот этот момент, что не повторяйте, не повторяйте плохих кодировок. Также, как вдруг, я сейчас чуть-чуть тоже меняю тему, в разговорах, пожалуйста, уберите конструкции сослагательного наклонения. Уберите «если». Это ненужное слово. «Если вы меня возьмете». Когда вы меня возьмете? Уберите «если вот я сделаю то-то». Просто уберите это «если». Выкиньте его из текста, посмотрите, что произойдет. И уберите сложные всякие конструкции, что вот тогда бы мы бы, тогда мы. И будет меняться, потому что люди очень любят что бы мы ни говорили, я вернусь к тому, с чего мы начинали эфир, с вот этой энергии человека живого и развивающегося. Это всем компаниям нужно одно и то же. Им нужны живые развивающиеся люди. Хоть ты тресни. Айтишник, ты не айтишник, слепоглухонемой. Им нужно, чтобы ты был в развитии. И поэтому, когда ты начинаешь говорить в глагольной системе, убирая все сослагательные наклонения, у людей возникает ощущение твоего актива. В хорошем смысле. Не актива, когда ты прешь, как дурак, да? Не видя и не слыша ничего. А именно вот такого нормального человеческого актива. что, да, я думаю, что вот такая штука. А еще вопрос... Продолжение, да. Да, давай, Лиза. Еще вопрос про то, как ты работаешь с недостатками других людей, как личными, так и профессиональными. Такой вопрос-ловушка. Если вы кинетесь сразу рассказывать, как вы исправляете других людей, возможно, это будет провалом для некоторых, для некоторых позиций. Вы знаете, просто я с некоторыми недостатками не работаю. В том смысле, что я понимаю, что есть особенности человека. Она проявляется три раза в месяц. Три раза в месяц человек срывается, например, и на кого-то кричит. Ну, окей, я вижу, у него так много достоинств, что эти три раза, они не критичны, они не влияют. Да, и если ты будешь работать с этим, то вы займете огромное количество время, и это будет неэффективно. То есть в каких-то случаях не нужно работать. Ты должен соотнестись с этим. С другой стороны, тут вопрос, люди, ты отвечаешь за работу этих людей или не отвечаешь? Одно дело, ты руководитель, и люди ожидают от тебя обратную связь, что, слушай, смотри, вот эти сильные стороны, вот тут не хватает. Давай вот такой список упражнений. И он пойдет выполнять твой список упражнений. А есть люди, которые из соседнего департамента, и реально бывает, что им не хватает компетенций, и это сказывается на твою работу. А их руководитель, ну, там, не хочет, не может исправлять. Я, бывает, вмешиваюсь, бывает, вмешиваюсь, но я делаю это очень плавно, очень мягко. Я человеку показываю, что, слушай, то есть ты хотел там то-то, то-то. Говорю, да. Я говорю, слушай, ну, давай тогда ты, если тебе не сложно, можешь говорить раз, два, три, что, так, мне нужно вот это в таком-то ключе, в таком-то формате. Я буду тебя понимать, и я быстро выполню твою задачу. Я не говорю ему, ты исправься. Я просто показываю ему какую-то эффективную модель поведения, которая ему нравится, он с большим удовольствием это берет себе в копилку, использует. И мне нетрудно повторить 10 раз, потому что, я знаю, что он с первого раза не запомнит, это природа человека. Вот, и я повторяю. Да, повторение, мать учения. Добрый день, а что делать, если накопилась усталость от общения, даже с самыми близкими возникает эмоциональная несовместимость, ощущение токсичности? Это моя ученица пишет. Что, Тань, ты ответишь? Смотрите, здесь важно тоже чуть-чуть отделить вещи кое-какие. Бывает такое, что ты на работе так устал, и ты давно не видишь своих достижений. Обратите внимание, не видишь, это не означает, что их нет. И ты эмоционально выгорел, поэтому любовь дарить другим людям очень сложно, когда у тебя нет наполненности. и это может быть не связано с другими людьми. Вот это очень важно понимать, что не то, что вы эмоционально несовместимы, но ты сейчас не наполнен, и он сейчас не наполнен. Я за то, чтобы провести прозрачную коммуникацию. Я говорю, как есть, о том, что, слушай, я хочу с тобой поговорить. Люди должны вместе жить, ну, мое видение, а люди должны друг другу дарить счастье. Сейчас, ну, не получается у нас. Сейчас не получается по каким-то причинам. Давай подумаем, чтобы сделать, что получилось. Самое главное, нужно начать с точки согласия какой-то, что мы хотим друг друга вместе радовать, да, здесь мы согласны, что мы хотим в союз дальше наш продолжать, с этим мы тоже согласны вдвоем. Что тебе нужно для того, чтобы я, ну, чтобы я тебя наполняла? И наоборот, да, а я напишу, что нужно мне. И давай просто поэкспериментируем ради, ну, просто, это очень интересно. Я буду выполнять твой список вещей, а ты будешь выполнять мой список вещей. Вернуться к старой схеме всегда успеем. И поэкспериментируйте, потому что, может быть, вы друг другу, бывает такое, что мы друг друга пытаемся порадовать пунктами, которые нас радуют, а не которые другого радуют. Такое бывает. бывает такое, что нужно, чтобы вас хвалили. Скажите это в открытый, что мне нужно 20 комплиментов в день, я буду наполненная. А я еще, я добавлю, Юля, еще я здесь тоже играю в игру, но мы с тобой много об этом уже и говорили, потому что для меня очень важна некая игра. Я сама начинаю хвалить, потому что чаще всего, когда возникает какое-то вот такое выгорание, то оно же обоюдное, да, и становится токсичным, и я начинаю в игровой структуре делать комплименты и хвалить, потому что я иду тогда таким путем, что пускай тогда этот человек как бы наполнится, и, например, когда речь идет о близких людях, я довольно быстро получаю результат искомый, потому что человек, получая похвалу, он компенсирует свое вот это вот ощущение, что он не нужен, бесполезен, что все как-то нехорошо, и тогда он может и тебе что-то начинать давать. Ну вот это мой опыт, например, да. Дальше, Елена Валентина, а там у меня был вопрос, как я вернусь в театральный институт. Ребята, я вернусь, конечно, в театральный институт, вы можете даже не переживать, это был академический отпуск, один год, он в сентябре закончится, я приду, вероятнее всего, на режиссерский факультет, и я обязательно возьму кого-то из ребят на худ слово, я так думаю, вообще, может, понимаешь, что я так предполагаю. спрашивают, а если ты улыбаешься, а тебе нет. Есть два, две причины. Первая причина, возможно, человек это не наполняет, то есть вы это расцениваете как то, что вам рады, улыбка, это признак того, что вам рады и что вы ценны, а для другого человека это может не быть таким ценным, для другого человека важнее какие-то другие ваши действия и проявления. А второе, то, о чем Лена говорит, что нужно наполняться, наполняться, переполниться, и человек такой переполненный уже к вам придет, он точно будет отдавать. Нам свойственна наша природа, мы не можем брать и не отдавать. Я совершенно точно знаю, опять же, поскольку у меня в доме подросток, я очень точно знаю, что каждый день есть масса вариантов навсегда получить тяжелые, токсичные всякие отношения. Но вот этот момент, ты гениальна, это потрясающий, ты молодец. И расскажу я историю, это надо рассказать. Люди все все равно, мы говорим там, у нас немножко другая тема, но, ребята, поверьте мне, мы все говорим об одном и том же. Когда у меня ребенок, например, в три года вдруг впервые сказал, я виновата, я плохая, у меня не получается, я страшно испугалась, потому что еще этого у меня не хватало, комплекса вот этой неполноценности. И я тут же позвонила потрясающему детскому психологу, спасибо большое, и она сказала, «Захвали ее, захвали ее, дума творчества». Я говорю, ну как захвалить, ну а вдруг она станет неадекватной, я прошу прощения, это так страшно. И она мне сказала, знаешь что, дорогая, манию величия мы снимаем в один сеанс, а комплекс неполноценности мы не можем снять до конца никогда. И вот это то, что я хочу сказать, что в общении друг с другом, потому что, я сейчас скажу тоже, меня нужно сейчас правильно понять, особенно вот те, кто пришли там с тем, что как устраиваться на работу, я хочу рассказать про комплименты. Ребята, самое отвратительное, что может быть, это прямой грубый комплимент, это гадость, это гадость, особенно если он лицемерный, если он нечестный. Но, друзья мои, в любом случае, когда вы общаетесь, допустим, если вы общаетесь там с HR, с руководителем, какой-то корректный комплимент компании, какой-то корректный комплимент делу, который они делают, корректный, аккуратный, незаметный, завуалированный, он сработает в вашу сторону. И если говорить о природе человека, то он, я вот, Юля, я прямо от разговора с тобой толкнулась в эту историю, если говорить о природе человека, человек всегда любит, когда к нему хорошо, какой бы он ни был упырь, понимаете, да? И тогда вот этот момент комплимента, это очень интересно. Вот я начала с того, что там говорить комплименты там ребенку своему, дочери, которая у меня становится все адекватнее и адекватнее, и талантлива, потому что я каждый раз напоминаю, что ты не забыла, детка, что ты у меня талантливая. Ты случайно так не отвлеклась от этого в сторону своих этих дурацких страшилок? Ты вернись, пожалуйста, ты талантлива. Вот. Но я сейчас шучу, но на самом деле, например, опять про работодателей. Хочу рассказать две истории очень коротко. Одна история такая, когда ко мне заходит устраиваться на работу кто-то и говорит, что там, Елена Валентиновна, вы, только вы, я за вами, и я не уверена, что это окей, потому что прям, да-да-да, спасибо, очень приятно, конечно, да. Но когда заходит человек и говорит, ой, как потрясающе у вас уютно. Вот для меня это показатель, потому что мне это надо, чтобы человек, зайдя ко мне в школу, увидел, что я всю ее сделала для людей, сказать, как удивительно сделано для людей, да. Ерунда. А я оценила, понимаете, да? И то же самое, очень короткую историю расскажу, ее кто-то знает, как я однажды просила деньги на спектакль, было очень смешно, потому что мы раньше, в советские времена, после советские времена, в перестройку, мы просили деньги на спектакль, очень смешно, мы ходили ко всяким богатым людям, это было целое приключение, я терпеть это не могла. И однажды, значит, мы заходим к одному дядьке, а он такой весь этот вот пиджак, галстук, вот это все такое. И я вот недавно рассказала эту историю, я вспомнила недавно, и я вдруг вижу у него офигительный аквариум, офигительный. И я вообще забыла об этом дядьке, я не знаю, как это произошло, потому что я прямо сказала, ничего себе, какой грудник. И этот дядька немедленно развязал этот свой галстук, сказал, ты представляешь, вот эту рыбку, значит, я нашел там-то, вот это я поискал там-то, и я прям, боже мой, и он наличными 30 тысяч баксов нам дал, наличными, в конверте. Вот что такое комплимент, понимаете, ну, грамотный, хороший, настоящий. Пойдем дальше, потому что время подходит к концу, нам надо завершаться, мы сейчас убежим с эфира. Шустрая белка спрашивает, где подготовиться к кейсам для ассессмент-центров, где потренироваться. Лен, можно я здесь приглашу в свой блог Татьяна Минаева, Headhunter. Коллеги, мы просто готовим к ассессмент-центрам, но еще у меня там есть эфир закрепленный бесплатно с Ириной Прошуниной, посмотрите, один из недавних, она рассказывает про ассессмент-центры, как проходят они, а это, Лен, 8 часов собеседует людей, представляешь, туда загоняют нескольких финалистов, а бывает, что и 4 часа, бывает, что и 2 дня, но зачастую загоняют несколько финалистов, тебя несколько ассессоров, оценщиков на тебя смотрят, наблюдают за тобой, тебе дают аналитическое задание, которое ты полтора часа можешь решать, ты можешь участвовать в групповой дискуссии, на сотрудничество, а может быть, на соперничество, и еще интервью, обязательно, и презентация, все это может быть на английском языке, это очень интересно, сейчас у нас буквально 2 минуты остается, спросите у меня в эфире, как-нибудь в процессе центра, я вам еще расскажу, есть ребенок тоже не очень, когда за вторым и больничный, ох уж эти HR, но бывает такое, что HR спрашивает про количество детей, и может это быть причина отказа, но дорогие друзья, это не отказ HR, это отказ от руководителя, и HR выполняет волю руководителя, не потому, что он хочет вам отказать, а ему приходится отказывать, руководитель принял решение, мы сейчас, ребята, уже можем завершиться, на всякий случай, простите, мы, если вдруг перебемся, но пока мы вот ответим, что нет оффера, нет, смущает то, что я собираюсь работать в организации, которая через нашу фирму, нашу фирму заказывает оборудование, подумает ли наш контрагент, что я могу выдать секреты их фирмы, такое может быть, когда ты, работа, идешь к какому-то или конкуренту, или партнеру, то другой партнер может тебя подозревать, что ты такой засланный казачок, шпионишь, потому что нет, когда ты рассказываешь искренне, почему тебе интересна эта вакансия, почему ты пришла на собеседование, когда ты максимально, ну, тоже конфиденциально сохраняешь по поводу прошлого работодателя и говоришь о том, что вот эту информацию могу выдать, вот эту нет, но вы понимаете, да, я лояльна к работодателю, к любому, защищаю его интересы, поэтому не могу раскрыть эту информацию, тогда приятно вас найти. Я сейчас, вероятнее всего, заканчивается эфир, и я хочу сказать, друзья мои, дорогие мои, пожалуйста, загляните на страничку к Татьяне по ссылке, нам было очень приятно, Тань, ты очень приятная профессиональная девочка, это очень приятно, 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 я оценю это, ты, наверное, у меня с Урала или с Сибири, откуда ты? Ты знаешь, нет, вообще я в Подмосковье жила, но у меня есть, какой-то такой... У тебя есть диалект, у тебя есть диалект, причем у Ральси, у тебя родители оттуда или что-то такое, в любом случае, очень рада знакомству, друзья, спасибо, что были с нами, я сохраню сейчас эфир. Огромное, да, ты просто кладешь энергией, зажигалкой, мне кажется, что люди к тебе подключаются, подпитаться энергией, и потом намного легче любое дело делать после того, как тебя послушаешь. Ну, во всяком случае, ко мне идут огромное количество людей уже с презентациями, конечно, я работаю в основном с персоналом, с руководителями, и ко мне приходят люди, которых все считают, что они такие крутые-прикрутые, а они приходят с обыкновенными человеческими историями, и когда ты начинаешь на людей смотреть как на людей, то выясняется много любопытного, и есть очень прекрасная фраза, которую сказал Киплинг в прекрасном произведении Маугли, он сказал, мы с тобой одной крови, ты и я. Если вы перестанете смотреть на людей как на врагов,